Пришло время нашей постоянной рубрики «Я – история». Никитская Слобода, а позднее Никитинская улица, ныне Салтыкова-Щедрина, впервые упоминается в грамоте великого князя Василия Ивановича 1511 года, где сказано о пожаловании архимандрита Спасского монастыря Ионы с братьей пустым местом на можжевельнике после Киселевой Слободы. В переписных книгах Дмитриевской сотни 17 века фигурирует уже не Слобода, а улица Никитская. Упоминается также название «Горки» или «Горицы», что за современным тюзом. Столетия назад это было самое высокое место Ярославского предместия. Известно еще одно название «Богословская горка» из-за церкви Иоанна Богослова. Наиболее значимое строение на Никитинской улице, сохранившееся с прошлых столетий, это особняк Иоафановского епархиального училища на углу Духовской и Никитинской и, конечно, храм Никиты Готского, святого великомученика, принявшего смерть за веру Христову в 372 году. На месте деревянного в 1640-м был построен каменный храм. Прихожане приходили сюда помолиться образу Богоматери Черниговской и Тихинской. В Ризнице церкви хранился на престольный крест со святыми мощами ростовских чудотворцев и ярославских святых князей Феодора, Давида и Константина. Икона Богоматери, датированная 1711 годом, была утеряна безвозвратно еще до революции. В Никитском приходе находилась и теплая церковь Сретене Господне, освященная в 1670 году. В начале 19-го столетия храм уже не вмещал всех верующих прихожан, поэтому архитектурный ансамбль Никитинского прихода был существенно расширен. В 1928 году именно в Никитской церкви проходило отпевание митрополита Ростовского и Ярославского Агафангела. В этот день тысячи ярославцев и жители уездных городов пришли проститься с владыкой, который среди верующих пользовался непререкаемым авторитетом любовью. А на следующий год Никитинский приход был ликвидирован. Летняя церковь разобрана, а теплый храм обезглавлен. Власти не тронули только колокольню 17-го века. Дело в том, что звонница считалась началом координат для геодезических съемок Ярославля и находилась под охраной. После установления советской власти Никитинская поменяла несколько названий, став в 1924 году университетской, а в 1933-м ее переименовали в улицу Бубного, наркома просвещения, расстрелянного в 1937 году. И, наконец, в 1939-м бывшая старая Никитская улица стала носить имя великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Сщедрина.